А мы снова в Нижнем Новгороде. Сейчас мы с вами пойдем искать новинки. Новинок пришло очень много, заявок на новинки пришло еще больше, но, друзья мои, Нижний Новгород все-таки периферия, один из самых последних магазинов по товарообороту и по размеру, поэтому не все к нам приходит вровень с Москвой и Питером. Но, тем не менее, думаю, мы найдем много чего интересного, что сможем вам показать. У Фрихитана появился новый диван. Новая, хорошо забытая, старая. Икеа решила об этом вспомнить. Это диван из эко-кожи, только теперь уже в бежевом цвете. Его продавали раньше, потом убрали, но был другой оттенок. Давайте смотреть. Кстати, сразу поступил вопрос от клиентки, она уже собиралась, мы с ней уже оформили этот диван, и потом она мне говорит, Татьяна, у меня такое ощущение, что подушки со вставкой тканевой. Я говорю, блин, да, так и есть. Мы с ней все нашли, нашли фотографии, дала ей информацию, короче, человек сказал, мне такой диван не нужен, и оформили ему беденка. Почему? Я не знаю, честно, почему. Для того, чтобы дышала? Да нет, ткань синтетическая. Наверное, для утешевления, да? По-другому просто не скажешь. Потому что вот, задняя стенка точно такая же, с такими же дырками. Если заднюю стенку я могу списать на конструктив, что сюда как-то неудобно, здесь, ну, здесь только утешевление процесса. В общем, вот так вот. А по плотности? Да, плотная кожа молодого единорога, не путать с кожей крупнорогатого скота, это эко-кожа по-русски дерманькин, по эксплуатационным качествам. В принципе, не отличается особо поплотнее, чем черный. Будет в этот раз вспучивание или нет, никто не знает, эксплуатация покажет. Вот на такой основе ткань. Сам край. Вроде бы все плотно. Таких вот, да, расслоений я сильных не вижу, не могу обнаружить. Но, опять же, говорю, опыт эксплуатации покажет. Стоит 30 тысяч. Без одного рубля. 29,999. А по сиденью все то же самое, такой же фрихитон, только кожа. Ну, плюс холодный, то есть я брекнулась в таких вот, ну, не тонких джинсах. Первое ощущение холода, потом нормально. Поэтому дома, в прохладную погоду, с голыми ногами, ну, наверное, не совсем будет комфортно на нем сидеть. Так. Почему у нас дохли микрофоны? Ответ очевиден, да? Потому что, когда я куда-то сажусь, микрофон отсыпается, а в руках я носить его не умею. Я его теряю. Кресла икеры появились в новых цветах. Вот такой вот мой любимый желтый, который шикарно сочетается с желтым диваном. Кто не видел, смотрим Икея Ростов выпуск. Там этот диван. Ценник 13 тысяч. Металлические ножки можно открутить. Здесь у нас любимая икеевская шефтеба. Хорошо себя зарекомендовала, нареканий в эксплуатации нет. Подушка, слава богу, цельная. Хватило ума сшить ее целиком. Теперь давайте по форме самого кресла. Кресло легкое, но если будете двигать постоянно, я боюсь, что соседи стукнут по батарее и очень громко. Кресло цельное, то есть никаких там голых, лысых мест нет. Можно эксплуатировать даже в середине комнаты. Независимо от цвета, цена 13 тысяч. Не знаю, как насчет завышенности. Страдмон за эти же деньги стоит, да? Наверное, все-таки. Так, я сейчас аккуратно достану микрофон. Очень аккуратно. И мы сейчас сравним, посидим. Спине удобно. Большие такие подлокотники. Но поспать нами не получится. И если вы решили подремать, то это будет выглядеть вот как-то так. Вот у меня почему-то ценник в голове за это кресло тысяча восемь девять. Потому что страдмон... Вот поверни камеру на страдмон. Такие же цвета. Такая же ткань. Стоит так же. 13 тысяч. Понятно, это разная стилистика. Ну да, оно прям такое мелкое. Для страдмона вместо... Хрушевку. Может быть, хрушевку. Пока три цвета. Дальше посмотрим, что выпустит. Так, новинка. Луббар. Лубан. Ротанг антрацит. Как барабан использовать нельзя. Значит, колесики. Основание стоит шесть тысяч без рубля. Пять девятьсот девяносто девять. Поднос, слава богу, съемный. Но достать его я двумя руками не могу. То есть, если у вас тут посуда, чашки, ложки, фиг вы его достанете. Я думаю, его можно изящно достать. Отнести на кухню, насервировать и принести. Нет. Поэтому есть ножки и со столиком только ездим. Такой вот ротанговый мини-пылесос. Стоит шесть тысяч. Изготовлено вручную. Искусственными мастерами. Посмотрим, как будет продаваться. Давайте попробуем. Из этой же линейки похожее кресло. Ulrichsberg. К немцам уже пошли. Ёлкало-маталкало. Ёлкало-маталкало, блин. Да, форма такая. Стоит восемь тысяч. Тоже ротанг с металлом. Скрепит, зараза. Сухой, да, не увлажнили. Требует кремика. Под попой прям скрипит-скрипит. Колючки под руками. Некомфортно. Сидеть более-менее, но чего-то хочется. Вот здесь прям цепляет голую кожу рук. Неприятно. Подушка под спину. Это прям обязательно. Без нее вы просто не сможете сидеть долго. Может быть, на то и рассчитано. Такое вот кресло. Давай покажем, что внутри. То есть оно все сплетено из ротанга. Здесь вот такие две-два металлических направляющих. Здесь тоже все ротанговые пруты. И металлокаркас. Ну, я думаю, служить должно добротно. Единственное, если где-то под воду попадет. Большая однокомнатная квартира. У родителей тоже должно быть свое спальное место. Ткань Софея поможет. Но здесь аж она в два слоя. Не знаю, почему так дизайнеры решили. Наверное, для шумопоглощения. 400 рублей метр. Ткань у Икеи турецкие. То есть вот таким вот образом у нас закрывается родительская половина от посторонних глаз. Кроме шума. Кроме шума, да. Ну, по крайней мере, хотя бы есть возможность имитации стенки и куда-то спрятаться от своего зоопарка. Стеллаж Флюнс нас покинул. Об этом все страдали долго. Но его заменили. Заменили на товарища под названием Фридлев. Пойдем его сравним с Калаксом. У Флюнс раньше была стеночка ровно в половину толщины Калакса. Здесь прям вот. Любимый зеленый магазин. Леруа Мерлин. Че стеснется-то, да? Вот, да. Мы, в принципе, независимые, поэтому стесняться нам нечего. Вставки сюда есть. Это коробочки по 200 рублей. Ой, по 169 рублей. Sorry. При этом эти... А, нет, это дренка. Смотри. Не выложили. В общем, сюда теперь есть коробки. Не только с Леруашки, но и Икеевские. Икеевские по качеству мне больше нравятся. Леруашные пробовала покупать. Прям неинтересные. Икея решила обновить цвет по линейке Хавста. Теперь у нас есть еще и белое Хавста, помимо серой. Это массив. Вот за такой шкафик за вас попросят 14 тысяч рублей. Цоколь продается отдельно, но в комбинацию входит. Сказать нечего. Просто массив покрашен морилкой. Все. Сейчас посмотрим, массив кого. Значит, в эту комбинацию входит сам шкаф и цоколь. Массив сосны, причем, опять же, самый дешевый. Даже не береза. Ну, не знаю, как-то 14 тысяч за... Я считаю, дороговато, да. Шкаф с цоколем 11 тысяч Хавста, чуть поменьше. Все то же самое. Одна полка. Прям такие ретро-бабушкины комоды напоминают, да? Ну, классическая мебель всегда в моде. Закрывание. Вполне. Петель достойная. Вот она, Хавста черная. Со стеклышками. Со всякими прибамбасами. Ну, надеюсь, белый тоже расширит. И Хавста сейчас получается в трех цветах. Серый. Серый, кстати, мне больше всего нравится. Очень красиво смотрится. Серый, белый и черно-коричневый. Еще одна новинка для тех, кто пропустил обзор по серии Беста. Либо еще не посмотрел, потому что он не вышел. Новые фасады, новые дверки с эффектом тканевого покрытия. Очень мне понравились. Есть еще такие же в зеленовато-мятном цвете. Полную версию можно увидеть в видео по линейке Беста. Ребят, мы вам нашли новое кресло. Прикольное. Относительно удобное. Не сильно большое. Для квартиры вполне подходящее. Один большой жирный минус. Цена. Покажите, пожалуйста, цену. 15. 15 тысяч рублей. Комплект подлокотников стоит 2 тысячи. Само кресло-то стоит 13 тысяч. Давайте смотреть, за что денег просят. Мягкое, интерьерное. Не занимает слишком много места. Это из этой же линейки. Лангфель. Лангфель называется по-другому. Но даже ткань одинаковая. Здесь все на замках съемная. Эргономичная форма. Подушка очень интересная. Вот так она снимается и достается. Да, заначку прятать. Видите, вот мужчины оценились сразу. В общем, вот такое вот кресло. 15 тысяч рублей. Кстати, кто уже покупал? Рассказывайте, как вам. Мы тут гуляем, блуждаем. Новинки вам ищем. Смотрите, какие контейнеры с Умерста появились. Сочетание с белым покажите. Темно, конечно, как в одном месте. Ну, нежный цвет, красивый. Только этикетка, блин. Мятная такая. Да, ну... Сырометная. Сыромятина. Слушайте, этикетку отдирать. Не посчитайте меня варваром. Но от нее следы остаются прям клеевые. На хрена столько бумаги? Порой мне любимую Икею не понять. Все, новая в Икеи хорошо забытая старая. Я думаю, все помнят подобные шкафчики с выдвижными ящиками. Не помню, убейте название. Значит, сейчас это у нас Торн Виккин 4500. Ну, в принципе, неплохо. Да, раз, два, три. Сюда можно повесить рейлинг для окружечек. Вот. Ну, еще бы дверцами оснастить. И маленький Торн Виккин стоит 2500. То есть разница в 2000, но здесь прям все так вот. Уже рейлинг Финторб, да, как будто бы встроенный. И вот еще такой Торн Виккин за 5000. Так что, кто страдал, что пропали эти полки, вперед. На амбразуру в магазин. Слушай, все красивее, чем айфон, который вышел. Твитил айфон, который вышел. Сколько там камер? Помните все, что табуретка Та Фроста пропала? Не будет ее больше. Рассказывать не буду, почему. Кому интересно, пишите. Индивидуально расскажу, но не в открытом доступе. Значит, теперь эта табуретка стоит 600 рублей. Аналог Фроста называется Кюре. Можно ли штабилировать или нет? Не узнать. А, можно, кстати, вот на выставке. Насмерть все закрепленное, соштабилированное. Слава богу. 600 рублей за аналог Фроста. Я считаю, ребят, это конский ценник. Вот бейте меня по голове. То же самое. Та же Фроста. Уменьшен размер сидушки. Уменьшили на одну ногу. Фроста стоила 450. Это стоит 600 рублей. То есть табурет стал дешевле по материалу, при этом стал дороже на 150 рублей. Вот не понять мне ценообразование. Толще стало. Ты думаешь? А по-моему, такая же. Нет тут рулеточки? Немножки потолще. Ну, значит, весь материал пошел в толщину. А 150 рублей за счет того, что это новинка. Так, вот такой новый стул. Дерево. Не знаю, честно, что за стул. Ингвар. Микрофон. Микрофон держу. Холодный. Дашь через толстые джинсы. Голой жопкой дома с утра в труселях не сядешь. Стоит 8 тысяч. Что-то у меня последнее время на вот такие ценники как-то так это... Аж зудит. Да, аж зудит. А, кстати, вот появился лангур. Столько его ждали, года два примерно. Детский растущий стул. Мужикам не понять, за что надо платить 4 тысячи, да? Чтобы дитё посидело. За что надо платить 4 тысячи? Каркас детского стула и сидений стоит 1090. Ну, Дим, здесь удобно. То есть дитё сначала ножки ставит вот сюда, потом дитё ножки ставит вот сюда. А потом дитё ножки совсем на пол ставит, ещё и на шею вешает. Из-за этого надо 4 тысячи. Да, из-за этого надо 4 тысячи. Мягкий чехольчик. Вот интересно, а с подписчики... Ну, ребят, смертельный номер. Да выдержит. Слушайте, вполне. Короче, купили дитетки стул в годик. Я только боюсь за нижние крепления, пока оторваться будет. Нет, ножки сюда не ставим уже. Нет, нет, нет. Где вот основание находится. А, не выдержит подвесами, да? Но оно железное. Вот. Соединение вот лежит. Оно железное. Вот. Нагрузка идёт, да? Оно просто не ломит. Ну да, на взрослого не рассчитано. В общем, дитетки купили годика так в полтора, в два. И пока дитетку до размера... Взлетка. Ну, да, вполне. Наша одиннадцатилетка размером с меня и весит, как я. Посади её. Ну, не знаю, вот тебе урбан тот же. Пошли. Ребят, смотрите, какую мы красоту откопали. Полторы тысячи. Трольбо, светло-зелёный. Дает хорошее освещение, протестированное, одобрено для детей. Здесь такой светло-салатовый, здесь серо-салатовый. Прям вот купол-купол цирка, да? Шатёр такой. Здесь деревянные шарики. Флажок, ветровичок. Классный, слышишь, мне прям понравился. И теник вполне адекватный, смотрится интересно. Какой-то не шатает, да? Потом будешь радоваться, да? Всё, поплыли. Ребят, мы эту постель показывали, но показывали, когда она только появилась, и она висела на стенде. Здесь она в разложечку на кровати, плюс ещё добавились чехлы стерквильд. Разного цвета. Видите, сколько, да, красивых таких красок. Это чехлы по 300 рублей, а это сама постель. Постелька в эксплуатации показала себя хорошо. Клиенты уже у нас брали. Очень довольны. Вот здесь такой разноцветный, а здесь такой вот однотонный. Но с двалой, кстати, сочетается не особо. Поэтому лучше всё-таки белую простынь. Двала уходит больше в голубизну. Здесь вот такую, в холодную зелень. И пойдём ещё один комплект покажем. Тоже новинка, чёрно-белая гамма. Комплект постельного белья с кукбрека. Двушечка стоит у нас 1800. Хлопок и вискозоискусственный шёлк. Икея обычно не добавляет. Ну, не знаю, как будет эксплуатируется. По ощущениям, как будто с леоцелкой. Ну, обманули, подвели. Потом чехлы в общую гамму Кинэн на подушку. И сама подушка с верфмо. То есть это совершенно три разные вещи с разных коллекций. Но совершенно красиво, лаконично смотрится всё вместе. Несла себя сюда на крыльях ночи, чтобы показать вам новую кровать. Ребята, шиш. У нас нет ни мягкой кровати, ни детской новой двухъярусной кровати. Ждём, ждём, ждём. Ну, давайте посмотрим бабушкин комплект. Уже у кого-то его на канале у обзорщиков видела. Прям вот в детстве в моём была такая постелька у бабуль. Двухспалка стоит аж 2500. 100% хлопок. Может, всё-таки что-то... А, это перкаль. Всё, вопросов нет. Для перкали ценник адекватный. Ну, нифига не бюджет. Так, двухспалка 2500. С одной стороны вот такой чёрный мелкая роза, с другой крупная роза. Ой, нет, я вас обманула. Однушка 2500, а двушка 3500. Ну, для перкали, в принципе, это более-менее такое. Смотри, что появилось. Ребят, бегом. У кого нет, все бегом. Все, кто страдал много лет. Бортики, Викары, снова в продаже. 900 рублей. Цена такая же, кстати, как была в 2014 году, когда они пропали. Надо, наверное, в офисах везти. По ним столько народу у меня страдало. Так, ещё одна новая постелька. Стандфит. С одной стороны такая вот переходами фиолетового в белый. Красиво от тёмного к светлому. И получается... Нет, это не от неё. А какая наволочка? Просто чисто белая, но почему-то её не одели. А, нет. Просто кто-то бардак навёл. Вот она, наволочка. Нет, здесь Несмен. В общем, наволочку куда-то зажупили. Раскладушки покажем. Просили раскладушки снять. Ну, да, не в тему. Отдельно раскладушки с какими-нибудь кроватями соединены. Все помнят, наверное, и многие видели, что с сайта убрали водоталкивающие на матраснике для подростковых кроватей 70 на 160. Новинка появилась. Ленарст. Ленаст. Самая дешёвая сетка. Лучше на матрас-корте взять. За те же деньги. И мешковинка. Ребят, ну это трэш, честно. Это прям вот отвратительно. По-другому сказать не могу. Из-за, конечно, как выполняет функцию, на детскую грудничковую кровать он хотя бы натяжной. Клиентки брали, но пока... В общем, брали, ещё не родили. Вот. Чё-то как-то печально прям. Печальный на матраснике. Новая детская кухня. Стоит 6 тысяч. Спайсик. Вот она рядом с дуктингом. Конечно, всё попроще. У дуктинга... Без батарей. У дуктинга здесь подсветка. Здесь просто нарисовано. Дим, вообще видно что-нибудь? Здесь просто нарисовано. Но здесь есть регулировки. То есть, как будто вот, да, духовку, газ зажигаем. Духовка здесь такая же, как у дуктинга. То есть, у дуктинга тоже имеется в виду духовка. В середине. Сейчас лучше. Так, чуть поменьше, побюджетнее. Наверху у нас просто занавески. Но при этом кухню можно использовать, да, как и... Если пододвинуть, как и магазин, как и прилавок. То есть, ну, такое разнообразие. Такое разнообразие, да. Краник поменьше тоже крутится. Ну, соответственно, всё поменьше, попроще. Ну, честно, лучше вот такой кухни, чем тот пластик, который продают. Шторки съёмные, можно поменять. Высота 98, это 109. Вот такая кухонька. Так, мы в отделе игрух нашли двух товарищей. Вот такой обалденной собаки. Мне кажется, даже какой-то мультик был, да, с подобной собачкой. Привет! Это Сеня. Сеня? Штаны у Сени не снимаются. Стоит 400 рублей данный Сеня. И вот такой подушка-автобус. Мы искали, мы не смогли найти ценник. Извините, ну, никак. 45 на 27. Сделан у нас наш друг в Индонезии, как и все игрушки. Маленьких акулят нет, маленьких дельфинят ещё нет. Ждём. Под уху возвращаем. И идём дальше. Видно? Смотрите, что мы обнаружили на второй обратной стороне. Если мы переворачиваем кухню, используем не как кухню, например, а как прилавок магазина, да, либо играем в какой-то там бестроли-ресторан, меловая панель задняя, что можно ещё что-то и написать. Так что, в принципе, вполне интересная кухня. И вот как она выглядит с обратной стороны. Мы вам показывали лицо. А это фасад. Так, игрухи мы вам уже эти транслировали. В общем, Алиэкспресс в очередной раз опередил Икею. Икея как новинку выпустила вот такие вот зажимы. Зажим с горлышком, крышкой для пакета. Вот как это должно выглядеть. То есть вы зажимаете пакет, открываете. А вот, кстати, да, вот ваш пакет, горлышко, и сыпьте, как вам надо. Стоит 130 рублей, на Алиэкспресс тоже стоит 130 рублей. Только ждать придёт? Только ждать придёт, придётся разного цвета, и неизвестно, что ещё придёт. Дальше блуждаем по отделу посуды. Дорожная кружка 99 рублей. Мы уже оценили. Можно быть в посудомойке, можно ставить в СВЧ. Чем удобно? Ну, во-первых, ценой 99 рублей. Во-вторых, форма как раз в любой подстаканник. Даже у моей маленькой машинки. Ну, очень туго снимается крышка. Вот такой вот стакан и крышка. Может, резьба там, да? Да, резьба для ума. Мы вам нашли вот такую классную мужскую новинку. Обычно мужчины плачут, что для них в Икеа вообще практически нет ничего. Такая вот чайная пара. 450 рублей, 730 миллилитров. Внутри белая, донышко тоже белое. Такой вот красивый, тёмно-синий цвет. Сейчас скажу, из чего. По-моему, каменная керамика. Да, каменная керамика и цветная глазурь. И вот такая ещё мятная. Кто любит посветлее, либо для дамы. Такие вот большие основательные бокалы. Для великанов. Новые цвета бумажных салфеток. 99 рублей пачка, 30 штук. Стандартная киевская салфетка, просто новые цвета. Серый такой, серо-синий в точечку, розовый его в жирафа и зелёный в клеточку. И вот такой чёрный. И, кстати, вот такие же подносы ещё есть. А мы идём в стаканы. Нам уже доложили, что пришли хрустальные бокалы. 1300 стоит набор. Это для красного вина. Я не эстет. По-моему, колыться, как обычное стекло. Вот в такой коробке. Хорошо хоть в коробке, радует. Сделано во Франции. Для Франции. Не кутишь с маслом. Не гусь хрустальный. Так, это получается красное вино и красное вино. Два вида бокалов. 680-670 мл. Ну и, соответственно, форма разная. Так, эти же бокалы есть для шампанского. Что тут ещё мне надо напоминать? Была серия другая, свалька. А свалька вот. А свальку приклеили? Ну да, у хрусталя пыльничный язык. Пыльничный. За ентой платье. Так, пожалуйста, под белое вино. 1200. И, кстати, все эти стаканы практически можно ещё и штучную купить. Такой же есть пивной стакан. Где пивной? Вот этот? Нет. Это для десертного вина. Вот для твоего любимого гранатового вина. Мало. Мало. 150 мл. Больше и не надо. Так, вот отдельные стаканчики появились. Канунгслик. Они есть беленькие. О, эти розовенькие пары. Ты пивной не покажу. Пивной не покажу. Ты пиво не пьёшь. Я пробью. Ты о людях заботишься. Пожалуйста, пивной. Прозрачная стикла, не хрусталь. Вот. Клиенты уже оценили. Да удобно вообще. Ну, так-то, да. Мне кажется, ну, под вино и под пиво, кто не сильно заборачивается. Ну, подожди. 480 мл. Ну, всё, мужчины, оценили. Можно идти в магазин. Вот такая вот новая занавесочка. Мы вам только что показывали постельное бельё в предыдущем отделе. Из этой же линейки. Со сложным названием. Strandeutafrit. Стоит 1300... Ой, господи, 1300... 2000. Плестер. Играючись, побеждаю. Что-то, приложение Икея. Без люверсов, без всего. Обычная шторная лента. Полупрозрачная занавеска. Для красоты окна вполне переход от белого к тёмно-фиолетовому. Кто любит такие оттенки, я думаю, ваш вариант. Мы нашли автобус. 900 рублей. Кого прокатить? Да, кстати, новинка. Мы их не снимали. Хлопковый, судя по всему, занавески. Кларостина. 20% хлопка и 20% вискоза. Интересненькая шторка. Чёрненькая и беленькая. Новые хлопковые занавески Амельды. Стоит 2300 с прихватиками. Такой молочный, да, белый. Дим, покажи покрупнее фактуру. Такие вот точечки. 100% хлопок. Так, далеко не убегай. А, это хилья белые. Ну, хилья просто изменили цвет. По хиле так всё понятно. Горошинку мы показали. Вот тоже новые занавески. Офига себе, 2500. Эдельспинаре. Чё-то напоминает советскую матрасовку. Ну, такой вот цвет, как матрасы такие были. А, вот тоже новая занавеска. 1500. Винтержасмин. Господи. Зимнее, что ли, уже? Винтержасмин. Такая вот абстракция. Ничего не могу сказать. Вроде бы и неплохо. Ещё одна советская матрасовка. 2500. Бергскраба. А, вон Дима пока про лень снимает. Проклота. Плестерная занавесочка. Да, 100% полиэтилен. Такая вот полосатость. Какая-то полосатость у Икеи невкусная. Новая рулонная штора Рингблума. Цвет вот такой вот тёмно-мятно-зелёный. Сделаны они у нас Тайванем. Ценник такой же, как у беленьких. И точно такие же, вот такой вот грязненько-жёлтенький. Нет, к сожалению, на выставке, чтобы развертыши показать. Ну, по белому. Ну, нет, в принципе, такой же, да, вот, как белая, только цвета другие. Ручная работа. О, колючий! Новый ковёр Трангет. 170 на 240. Ужасно колючий. Щекой приложила. Второй раз не хочу. Шерсть. Двухсторонний. Такой вот большой колючий половичок. Ну, поваляться, конечно, на нём не сильно приятно. Больно уж колкий. В отделе с маленькими коврами мы нашли новинки, решили показать. Гонгасагер. 1400 на резиновом основании. Ты тут? Ты думаешь, можно стиралку вполне запихнуть. Плестерная нитка. Вполне такой, да, вариант для прихожей. Веслёв. Веслёз. Шерсть. Колючка. 5080 на 2. Предыдущий был 55 на 155. Отсюда такая же цена. Тюздос уже был ковёр. И стоинце. Он в разных цветах. Разного размера. Это за обмена удума. Качество точно такое же. Другой ценник. Другие цвета. Новый коврик с длинным ворсом. Линды Кнуд. Ну, вообще, позиционируется коврик в прихожую? Ну, не знаю. Ну, просто его можно в пальне постелить, да? Нет? Ну, в ванной. Нитка не лезет. Всё хорошо. Здесь получается прямо вот из тонкой ниточки. Мы в отделе ванной. Отдельно по душам будет обзор. Только что решили. Шторок очень много новых появилось. Решили показать, что всё-таки осветить вам. Так, вот, во-первых, новинка за 700 рублей. Кратен. Очень такая живописная, российская, да? Кжель с холомой. Так, это не новинка. Это были. Этот беляшик тоже был. Как-то так вперемешку. Мне кажется, новые какие-то всё-таки появились. Но что-то я их больше не вижу. В этом году у Икеи прям любовь к полоске. Новые полосатые полотенца от Шоу. 390 грамм. То есть, это такая средняя плотность. Герн 300 грамм. Но ценник далеко не герновский. Воскон тоже самое. Здесь уже 500 грамм плотность. Хорошее вплетение. Сейчас посмотрим, кто нам их произвел. Полотенечко двухстороннее. Мадын кто? Я не вижу, кто сделал. Хлопок и вискозу. Икея начала вискозу потихоньку добавлять. Сделано в Китае. Друзья мои, у Икеи появилась новая настольная лампа. Полностью с переработанного пластика. 369 рублей. Белый абажурчик. Я немножко выкрутила лампочку. Выключить проще, да. Лампочку на место вернем. Такая вот устойчивая ножка. Вполне стильно смотрится, да, за эти деньги? 369 рублей. Но у нее уже ничего никуда не регулируется. Ни голова, ни ноги. Не больше, не меньше. В качестве детской... Ой, пойдем, новый карандаш. Цирк, который мы вам в темноте показывали. Вот он. Но посветлее. Я думаю, здесь его будет виднее. Ну, а видно, кстати, у Икеи появилось очень много. Вот такая вот настольная лампа, карандаш. 2000 рублей. Рисовать не получится. Но красиво. Смотри, цвет меняется. Отжелый, зеленый. Откуда знаешь? А вот, да, видишь, плавно уходит. В голубой, слышно? Это можно прям стоять, да, и релаксировать. Из голубого, зеленееет. Что, пошли, пошли. Нашли мы то, что искали. Звукопоглощающая панель от Laug. 15 вот таких блинчиков. Спорный, честно. Стояли, долго думали. Будет нам поглощать или нет. На окне, скорее всего, все-таки поглотит. А вот так между стенами. Плотненько. Чтобы закрыть, это надо как внутренний комплект. Да. 2000 стоит 15 штучек. Вот они. Давай их поближе покажу. Такой вот плотничок хороший. Соединяются между собой. С одной стороны темно-серая, с другой светло-серая. Братья китайцы. Ребят, кто купил, рассказывайте. Потому что, ну, новинка спорная. Как она поглощает звук? За счет чего? У меня вообще такое ощущение, что больше декоративные вещи. Пойдем другую интересную новинку покажем. Кстати, вот такие гординные струны появились еще и в дополнительных цветах. Нитка так и осталась белая. А вот само основание и петельки зеленые и розовые. Счастье стоит 219 рублей. Новые рулонные шторы Freedance. Цена начинается от 1300, размер 60. Потом метр 120, 140 и 160. Самая дорогая 160 стоит 2 600. Цвет темно-синий и белый. Пойдем сюда. Регулировка при помощи вот такой шестеренки и рычага. Это в обратную сторону. То есть она хорошо держит, уже не выпрыгивает, как, например, выпрыгивает рулонка с огурцами пресловутые. Вот такие. Потом еще появился новый цвет. Скокслерф. Мы их снимали в полноценный обзор по рулонным штормам. Просто новый такой мятный оттенок. Очень похож с новыми фасадами беста тканевыми. А мы нашли новое зеркало. Венесла. 79 сантиметров диаметр. Одностороннее. Ничего здесь не крутится. И вот такой вот железный лоток. По-другому его не назовешь, потому что никаких направляющих ничего нет. Единственное, что лежит вот такая подстилка звукопоглощения. 5500. И вот еще вижу одно новое кресло. Кресло все заговорилось. Зеркало. Тоже Венесла. Да, пора заканчивать обзор. 10 тысяч стоит. Тоже одностороннее. Дим, покажи его. Я посмотрю, что сзади. А, а сзади планка. В общем, залази туда, и будем закрутить. Такое вот зеркало. Кстати, и киевские зеркала уменьшают нас на размер. А камера прибавляет порядка двух размеров. Так, ну, наверное, все. Да? Давайте прощаться. Новинки мы вам показали. Присоединяйтесь к нашему каналу. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Ребята, и еще такой вопрос хочу обсудить с вами. Интересно все-таки ваше мнение. Очень много поступает заявок на индивидуальную консультацию. Подсказать, помочь, посчитать, порекомендовать. Честно, я не знаю, как с этим входящим потоком работать. Потому что, ну, прекрасно понимаете, да, если вы наш клиент, это мы все делаем. Если вы покупаете там самостоятельно, либо... То есть просто это... К чему вообще говорю? Это отнимает время. Времени отнимает много. За прошлой неделе я посчитала, ушло где-то на вот эти консультации 6-7 часов. То есть практически рабочий день, там чуть меньше. Вот. Я не знаю, честно. И не консультировать я вас тоже не могу. С удовольствием все это делаю. Обменимся информацией, эмоции. Как-то, я не знаю, может быть, давайте придумаем, как это будет комфортно всем. Эфир раз в месяц. Прямой эфир раз в неделю. И тут же задают вопросы. Ну, да, если вот Дима сейчас... Как бы, да, одна голова хорошо, две лучше. Может быть, правда, проводить какой-то прямой эфир, куда вы подготавливаете вопрос, я вам на них отвечаю. Либо раз в месяц такой эфир. Как-то вот давайте решим, чтобы совместно было удобно и вам, и нам. Потому что, друзья мои, мы не сотрудники IKEA. Мы независимые обзоры глазами покупателей. Ну, все. Всех до новых встреч. Всех люблю. Спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.